Сегодня мы поговорим про генеративные соперничьи сети как один из примеров задачи обучения без учителя. Хотелось бы начать с цитаты Хинтона, который объясняет, почему мы обязаны обучаться без учителя, мы обязаны это уметь делать, чтобы хорошо решать задачи машинного обучения. Его основной довод в том, что мы живем достаточно мало, при этом примеров мы получаем тоже достаточно мало. И даже если допустить, что мы каждую секунду получаем какой-то пример для обучения, нам совсем не хватит этого, чтобы обучить все связи в нашей голове, в нашем мозге. Причем не хватит их примерно в пять порядков. Поэтому мы должны уметь обучаться просто из того, что мы видим, без ответов учителя. Почему в реальных задачах нужно уметь обучаться без учителя? Чаще всего датасеты достаточно маленькие, шумные, их сбор достаточно дорог. То есть если наша задача, мы видим, что нам нужно больше данных, чтобы получить хороший результат, добавление этих данных может быть достаточно дорогим, размеченных данных. Поэтому хочется уметь как-то обучаться на неразмеченных данных. Также часто можно использовать transfer learning для обучения, но далеко не всегда получается. И, наверное, основное, что мы хотим, мы хотим понимать, как устроено распределение настоящих примеров. То есть не распределение того, что мы разметили, а распределение настоящей выборки, с которыми мы будем иметь отношение на практике. То есть если речь идет про какой-то большой проект, то то, что называется в продакшене. Окей. Кроме обучения без учителя, можно также применять semi-supervised learning, который позволяет обучаться как с учителем, так и без. А также в некоторых задачах, например, если нам нужно предсказывать клики по рекламе, может быть полезно использовать онлайн-learning, то есть когда мы сами генерируем данные и тут же на них обучаемся. Но сегодня мы поговорим про генеративные модели, то есть про то, как генерировать новые данные. Что мы хотим получить от данных, которые мы генерируем? Мы хотим, чтобы они были похожи на те данные, которые мы уже видели, но при этом чтобы они отличались. То есть мы хотим, чтобы получаемое нами распределение новых данных было похоже на исходное распределение тех данных, которые лежат в обучающей выборке. Один из примеров, который здесь можно привести, он похож на то, что я показывал на лекции про сегментацию. Тут авторы статьи решали следующую задачу. Они учились генерировать объекты одного из трех типов и на лету генерировать их сегментацию. В качестве обучающей выборки они использовали датасет, который был сгенерирован в блендере. То есть они просто, грубо говоря, руками нарисовали кучу столов, стульев и машин. А также в качестве параметров использовалась полная ориентация объекта и еще куча гиперпараметров. Но фактически сеть представляет из себя объединение полносвязных слоев, последовательность полносвязных слоев и слоев апконволюции, которые, по сути, похожи на транспонированную конволюцию, которую мы видели ранее. И далее они минимизировали вот такую ошибку, и у них даже что-то удачное получилось. Например, с машинами у них получилась куча объектов, которых не было в обучающей выборке, которые похожи на настоящие машины. Но, к сожалению, такой подход далеко не всегда можно использовать. В первую очередь из-за того, что в их распоряжении было куча данных, и про все объекты они знали очень много дополнительной информации. Мы хотим каким-то образом научиться такие задачи решать автоматически. Вопросы? Безусловно, если модель неглубокая, если модель содержит мало параметров, то она будет переобучаться и будет генерировать просто объекты, которые видела на обучении. Если мы обучим сложную модель, которая будет не только сложной из архитектуры, но и просто сможет накапливать больше информации, чем исходная выборка, то она не будет переобучаться, будет генерировать что-то новое. На самом деле вопрос непраздный, который вы задали. И я так понимаю, что люди до сих пор не умеют хорошо оценивать качество генеративной модели. То есть часто люди просто смотрят на то, что она генерирует, считают всякие метрики до исходного пространства и убеждаются, что получается что-то новое. Но хорошего понимания генерирует модель по-настоящему новые данные или что-то чуть-чуть измененное по отношению к обучающей выборке, пока люди не очень хорошо это понимают. Поговорим про то, как можно автоматизировать процесс генерации. Самое простое, что приходит в голову — просто обучить автоэнкодер и чуть-чуть меняя параметры в латентном слое, получать что-то похожее на изображение из обучающей выборки. Но, к сожалению, такой наивный подход ничего хорошего не дает. И одна из основных проблем — это сложность выбора метрики. То есть, например, если мы возьмем просто среднеквадатичное отклонение, то мы либо сможем генерировать картинки обучающей выборки без изменения, либо что-то совсем непонятное, совсем не похожее на исходное изображение. То есть оно будет по среднеквадатичному отклонению близко к исходному изображению, но при этом визуально получится ерунда. Возможно, дело в том, что вместо среднеквадатичного отклонения нужно брать что-то более сложное. Например, можно обучить какую-нибудь глубокую сеть, например, VGG или какую-то свою глубокую сеть, и попытаться вытащить представление картинки не только из пикселей картинки, но еще и из глубокой сети. То есть что мы можем сделать? Мы можем взять фильтры из нескольких слоев глубокой сети, обученной на выборке, либо предобученной на каком-то большом датасете, и использовать эти фильтры как вектор, соответствующий исходной картинке. И мы можем дальше сравнивать уже не изображения так таковые, а представление этих изображений такого вида. И мы к этому вернемся на лекции про стайл-трансфер, про перенос стиля. Но, забегая вперед, можно сказать, что с таким подходом получаются вполне себе хорошие результаты. Здесь на картинках показано, какие новые образы получается генерировать, используя в качестве признаков фильтры из того или иного слоя. То есть вот здесь берется первый конволюционный слой, и показана какая картинка генерируется из него и так далее. Мы можем использовать не только признаки из одного слоя, но и из кучи слоев в качестве представления. То есть что на самом деле происходит? Мы в качестве представления картинки берем вот эти фильтры и дальше пытаемся из фильтров восстановить картинку. Из-за того, что полученное представление имеет намного больший размер, чем исходная картинка, получается не один вариант исходного изображения, а множество вариантов. Таким образом решается задача генерации. можно посмотреть на разные фильтры, фильтры из разных слоев и понять, за что они отвечают. Примерно основной вывод в том, что чем глубже слой, тем больше признаки отвечают за какое-то такое общее представление картинки. Чем менее глубокий слой, тем ближе мы к обычному средне-катратичному отклонению. Вот это все достаточно хорошо, но очень много параметров, и в каждом конкретном случае нужно пробовать что-то новое. хотим какой-то еще более общий подход. Да, это вот что получается с разными признаками. Да, это вот про то, что я говорил про то, как признаки получать. Окей. Вот, и теперь хотим какой-то более общий способ генерации. Не обязательно даже для картинок, а для любых объектов. Тут нам приходит на помощь достаточно простая идея из теории игр. То есть мы теперь, что мы делали на прошлых слайдах? Мы придумали какую-то очень сложную метрику, которая позволяла сравнивать наши объекты картинки. И далее мы просто генерировали близкие картинки к данной. Из-за того, что метрика была очень сложной, содержалась в себе куча параметров, картинки действительно получались разными с одной стороны, а с другой стороны они сохраняли почти все визуальные свойства исходной картинки. Теперь мы хотим генерацию этой метрики отдать нейронным сетям. А именно, что мы делаем? Мы обучаем дополнительную сеть, дискриминатор, отличать настоящее изображение от тех изображений, которые генерируются другой нейронной сетью. И таким образом, чем сложнее будет дискриминатор, тем сложнее генеративной сети будет его обмануть. И это позволит генератору научиться генерировать изображения, очень похожие на настоящее. Таким образом, вместо обучения одной сети, мы фактически обучаем две сети, состоящие из генератора и дискриминатора. С этой картинкой все понятно? Генератор у нас устроен достаточно просто. Мы берем шум и учимся из этого шума получать изображения или объекты, похожие на исходную выборку. В наших случаях генератор и дискриминатор — это просто нейронная сеть. Представим, что мы обучили какой-то хороший дискриминатор, мы обучили какой-то хороший генератор генерировать данные, и теперь мы хотим обучить классификатор D отличать сгенерированные данные от настоящих. Как это сделать? Можно просто посчитать logLoss, объявив положительным классом настоящее изображение и нулевым классом сгенерированное изображение и обучать обычный классификатор. То есть если мы зафиксируем G, наша задача будет просто обучить обычный классификатор, что мы умеем делать. Теперь мы хотим еще вдобавок обучать генератор. Для этого мы оставляем функцию потерь такой же, но при этом чередуем обучение дискриминатора и генератора. Таким образом, дискриминатор, как обычный классификатор, хочет научиться отличать настоящие сэмплы от ненастоящих, от сгенерированных, а генератор хочет, наоборот, минимизировать вот это слагаемое. Вопрос по предыдущей. По вот этой. Как мы в одновременно дискриминатор подаем сэмплы и генератор и генератор и настоящие? На самом деле, вот эта архитектура, она не параллельная, она последовательная. И дискриминатор может прийти как изображение отсюда, так и изображение отсюда. А я понял, это да. А я понял, это да. И… Предыдущий уставай будет, как раз, как мы это делаем, читаем и делаем все. Окей. Сейчас вернемся к этому чуть-чуть позже. Окей. Сейчас вернемся к этому чуть-чуть позже. И с такой функцией потерь вообще может привести к чему-то хорошему. Для начала зафиксируем g и посмотрим, какое d будет максимизировать вот этот функционал. Исходный функционал можно легко переписать в терминов x, просто поменяв, сделав замену переменных z на x. То есть у нас z превратится в g от x, а g от z просто превратится в x. Теперь, если посмотреть на вот эту функцию, рассмотрим вот такую функцию. легко проверить, что она достигает максимума в точке a разделить на a плюс b. И тогда остается этот факт применить для вот этой функции. И как раз получится вот это равенство. то есть мы хотим максимизировать вот этот функционал, это то же самое, что максимизировать вот эту функцию. Окей? g это наш генератор, он учится из шума генерировать x, похожие на x из данных. Сейчас, pg от x? Или что? Смотрите, у нас есть наша выборка исходная. Мы предполагаем, что элементы оттуда это значение случайной величины, которая распределена по какому-то вероятностному закону. да, да, мы думаем, думаем о иксах как элементах из какого-то rn. Вот это pz от z, это просто то, каким образом мы генерируем шум. Какое распределение? Да, мы можем его взять каким угодно, но часто мы хотим его сделать намного наиболее простым. это сильно поможет обучению, с одной стороны, с другой стороны, сильно упростит наше понимание о том, что происходит. То есть чаще всего в качестве pz берут нормальное распределение стандартное или равномерное распределение. окей? Теперь хотим посмотреть, что происходит, если g не фиксировано. Подставим вместо d, d со звездой, которая максимизирует вот этот функционал по d. в фиксированном g. Получится вот такое равенство. Просто поменяли d со звездой на отношение. Теперь представим, что генератор научился генерировать такое же распределение, как исходное, как p-data. Тогда вот это выражение станет равным минус алгарифму 4. Ну, просто вместо pg подставили p-data. Ничего хитрого. Теперь возьмем из вот этого выражения, вычтем, точнее прибавим минус алгарифм 4. И то, что у нас получится, это будет суммой двух kL дивергенций. Понятно, откуда они появятся? Сейчас, но если поставить pg или p-data вместо pg, то почему тут интеграл вообще берется? По иксу, по всему, но потому что ваши все вероятности, они синтегрируются в единицу, плотности синтегрируются в единицу, а останется константой как раз минус алгарифм 4. По всему пространству они получили муницию и алгарифм 4? Да. Почему 4? Вы можете подставить и посмотреть. Но только 2. Только 2, умноженное на 2. А что там с кульверхареев? По сути, про это замок от жительства? Они друг другу взаимопониментируют или зачем они приезжают? Понятно, откуда это равенство получается, но оно на самом деле получается просто из определения дивергенции кульбаха Либнера. У нас же было СЖ равно минус алгарифм 4. Да. Но еще оно равно вот этому. А, нет. Вот. Но что мы хорошего знаем про КЛ дивергенцию? По крайней мере, мы знаем, что она не отрицательна. Таким образом, СЖ всегда больше либо равна минус алгарифму 4. И минимальное значение – это и есть минус алгарифм 4. Таким образом, минимаксная стратегия как раз таки сводится к тому, чтобы Ж было как можно ближе к П-дате, а ДЖ было вот таким. Вот. Здесь приводится алгоритм обучения, который предлагают авторы статьи исходной про Ганны. Обучение достаточно простое. То есть мы генерируем мини-батч с помощью генератора, генерируем мини-батч из данных, обучаем веса дискриминатора, просто используя вот такой градиент. А далее мы генерируем еще один батч с помощью генератора и обучаем веса генератора. И продолжаем так до сходимости. Окей. Какие есть плюсы и минусы такого подхода? Мы знаем, к чему должна сойтись сеть. Можно обучать любым методам оптимизации, которые мы знаем. И без лишних дополнительных действий мы умеем генерировать новые данные. Но, к сожалению, вот этот алгоритм далеко не всегда дает стабильные решения. Часто сложно подобрать вот это К и его вплоть до того, что его приходится менять в течение обучения. Сложно подобрать параметры распределений и архитектуры дискриминаторов и генераторов. То есть что происходит, если мы не угадали с архитектурой? Либо сеть начинает генерировать просто шум, либо дискриминатор становится намного лучше, чем генератор, и генератор перестает обучаться. То есть кредиенты генератора становятся слишком маленькими. Дополнительная проблема — то, что называется mod-collapsing. В случае, если нам нужно выучить какое-то простое распределение, вроде распределения Гаусса, архитектура ГАН с этим хорошо справляется, и генератор выучивает вот это распределение. Но если у распределения не один горб, а два горба или n горбов, то алгоритм обучения заставляет генератор выбрать один из горбов и концентрировать pg ровно в этом горбе. Например, если наше модельное распределение — это смесь нескольких гауссиан, то с большой вероятностью генератор выучит одну из этих гауссиан, а не все вместе. Как я говорил, очень сложно подобрать параметры, при которых сеть сойдет. И еще одна проблема — нет никаких гарантий скорости сходимости. То есть на практике сеть может долгое время не подавать никаких признаков обучения и только на какой-то n эпохе начать сходиться. С этим бороться можно кучей способов. Есть целая статья как раз автора исходной статьи про ганы Яны Гудфэллоу, в которой он описывает различные хаки, чтобы оптимизировать обучение. Вот примеры того, что генерирует GAN в своей базовой архитектуре. — Да, на самом деле пока в базовой архитектуре с ганами такая проблема есть. То есть картинки все-таки не слишком похожи. Наверное, гифку я покажу в конце лекции. Поговорим про то, как можно улучшить работу с картинками. Одна из архитектур, которая позволяет получать, генерировать более интересное изображение и делать это стабильнее — это DC GAN — Deep Convolutional GAN. Она была придумана для соревнования, на котором нужно было… Сейчас, если… Да, у меня примера нет. Так, собрать бы… Если не ошибаюсь, то в этом соревновании нужно было генерировать интерьер комнат. Окей. Боюсь соврать. Возможно, конкурс заключался в том, что нужно было… Чуть позже расскажу. Значит, чем отличался DC GAN от обычного GAN? В первую очередь, в качестве генератора и дискриминатора использовали сверточные сети глубокие. То есть, вот здесь приведен пример генератора. Также авторы нашли… Нашли правильные гиперпараметры и выбрали правильные архитектуры, которые позволили быстрее обучаться и получать более адекватные картинки, чем обычные GAN. То есть, что они пишут из основных нововведений, которые они использовали? Во-первых, они полностью отказались от пулингов и вместо них использовались в случае генератора конволюции с дробным страйдом. В случае дискриминатора просто были убраны все пулинги, и вместо них использовались свертки с неединичным страйдом. Также они использовали RELU в генераторе или RELU в дискриминаторе. Плюс полностью отказались от полноцветных слоев и почти везде использовали бачнор. Это позволило получать вот такие изображения. Вот можно увидеть, что, по крайней мере, цифры стали намного четче. С лицами все сложнее, потому что они обучались на картинках маленького разрешения, и тут сложно что-то различить. Но, по крайней мере, стали получаться лица похожие на настоящие. Также с помощью GAN можно получать фактически непрерывные связи между объектами исходной выборки. Понятно, как это делать? Мы можем просто решить задачу линейной интерполяции на латентном слое. То есть, фактически, например, на Z, на пространстве Z просто провести отрезок между параметрами, отвечающими одной картинке и параметрами, отвечающими второй картинке. И дальше генерировать изображение, соответствующие точкам этого отрезка. Это понятно? Здесь приведено то, что получается. Я думаю, что в качестве самостоятельной работы вы легко сделаете такой же пример с цифрами. Еще одна задача, которая решалась, это задача переноса типа изображений. То есть, конкретно на этой схеме есть множество лиц и есть множество рисунков. И мы хотим по лицу научиться генерировать рисунок, похожий на лицо, но при этом сохраняющий стиль рисунка. Всего множества рисунков. На лекции про перенос стиля мы увидим, как это можно делать средствами, показанными в начале лекции. Но с помощью ГАНов это делается следующим образом. Мы просто учим генератор генерировать соответствующие рисунки, а дискриминатор также учим отличать настоящие рисунки от сгенерированных. К сожалению, если это делать точно так же, как в обычных ГАНов, то ничего хорошего не получится. Точнее, что-то получится, но результат будет далек от идеального. И для того, чтобы улучшить качество, добавляются две новые метрики. Это lconst и ltidentity. И если во время обучения мы будем минимизировать также эти две метрики, то будем получать хороший результат. По сути, да. А вторая говорит о... А вторая говорит о... То есть... Изначально задача, которую решали авторы вот этой статьи, она формализовалась следующим образом. Картинки из разных доменов, они рассматривались как элементы одного и того же пространства, и обучалась функция генератора, которая не трогала рисунки, и при этом из фотографий делала рисунки. И фактически вот эта метрика, она как раз и говорит о том, что рисунки остаются неизменными после пропуска через генератор. Вот что у них получалось. То есть, вот здесь приведены примеры картинок, которые получались по фотографиям знаменитостей. А здесь приведены картинки, полученные разными методами. То есть, первое — это настоящая фотография. Второе — это то, что нарисовал человек. Это то, что получилось с помощью style-трансфера, про который мы поговорим либо на следующей лекции, либо через несколько лекций. А это то, что получилось с помощью нейронной сети. Вопрос. Да. Когда я буду еще в слайде, я так понимаю, что вот опять слева и справа часть, она все три. Ну, то есть справа — это обрубок от генератора. То есть, ну, половина генератора. То есть, это то же самое, да? Просто мы, а, мы вот как вы создали, мы хотим сказать, что в конце остаются неизменными. Да. Эти карикатуры остаются неизменными. Ну, то есть, или объекты второго домена. Ну, это же, по сути, на скрытом слове, что мы ее называем. Ну, по сути, мы не имеем какую-то… за местом скрывается какая-то… Ну, как бы, encoder, да? Да. Окей. Еще одна задача, которую можно решать — это задача получения картинок высокой четкости. То есть, как эту задачу можно решать? Кажется, я об этом говорил на лекции про сегментацию. Мы можем попытаться обучить просто декомендационную сеть, которая научится из картинок маленького разрешения получать картинки большого. И в таком подходе даже реально получить хорошие результаты. Но ганы дают возможность эти результаты улучшить. То есть, фактически, мы берем более-менее обычный DC-gun и учим дискриминатора отличать настоящие картинки высокой четкости от сгенерированных из входа, который был получен уменьшением разрешения изображения. Если, грубо говоря, на самом деле он сравнивает разрешение? Нет. Он сравнивает две картинки одинакового разрешения. Просто одна настоящая, а другая получена с помощью генератора не из шума, а из изображения маленького разрешения. Понятно. Я имею в виду не разрешение конкретное, а качество. Да. Вот. И вот пример того, что получается. И вообще в сети есть достаточно много изображений, как раз полученные с помощью Super Resolution Gun. Можно убедиться, что часто они выглядят даже четче, чем исходное изображение. Следующая задача, которую можно решать ганами, это преобразование словесного описания в картинке. То есть мы хотим по какому-то такому описанию получать изображение. А есть смысл, например, как раз дискриминатор обучается именно на то, чтобы совершить исходные изображения изначально? Сейчас. Но дискриминатор, по сути, это просто классификатор. Ну, то есть скорее то, о чем вы говорите, это обучение автоэнкодера сглаживать шум. То есть действительно можно подавать, учить автоэнкодер из зашумленной картинки делать не зашумленную. Здесь не совсем понятно, как это использовать. То есть все-таки здесь наша задача научить генератор что-то хорошее генерировать. Нет, это дискриминатор, но по крайней мере не по качеству, не автоэнкодер. Можно попробовать. Но просто кажется, что если вы вот так искусственно будете обучать дискриминатор, то возможно вам не получится хорошо обучить генератор потом. Либо он будет слишком хорошо различать, либо наоборот дискриминатор научится делать что-то другое. Из-за чего генератор просто найдет какое-то слабое место и продолжая генерировать шум, будет выигрывать дискриминатор. Но надо попробовать. Окей, как собственно обучать вот эту сеть? Предлагается просто по тексту выделять признаки и обучать обычный GAN или DC-GAN. И отличие будет только в том, что кроме шума, который приходит на вход к генератору, ему будут еще приходить признаки текста. Вот здесь приведен алгоритм обучения. Но как можно убедиться, он не сильно отличается от алгоритма обучения обычного GAN. Единственное, здесь добавляется негатив сэмплинг. То есть мы кроме правильных пар подаем еще какие-то неправильные. Благодаря этому мы лучше обучаемся. Другая задача — это научиться по картинкам одной природы получать картинки другой. То есть фактически это что-то очень похожее на domain-transfer. Но здесь мы все-таки выделяем фактически признаки исходного изображения. Авторы статьи, кажется, она называется Pix to Pix, они вот приводят такие примеры использования. То есть мы по сегментации можем получать картинки. Также по контурам, по черно-белым картинкам получать цветные и так далее. Либо не сработало, либо я неудачно вставил картинку, возможно. Да, точно. Да. По вот этому? Сейчас еще раз. Смотрите. Мы по тексту генерируем какие-то признаки. Мы по тексту генерируем вектор признаков. И это можно сделать на самом деле кучей разных способов. Я так понимаю, что они использовали какой-то простой, не обучающийся способ. То есть можно использовать тот же LSTM для этого. И дальше вот этот вектор признаков, он добавлялся к шуму и склеенные два вектора, из них уже генерилась картинка. То же самое происходит на дискриминаторе. Зачем нужен mismatching? Это как раз для негатив сэмплинга, о котором я говорил. Да. То есть мы кроме правильных примеров хотим еще и негативные примеры. И это позволяет лучше обучать сеть. То есть кроме картинок с правильным описанием, мы еще рассматриваем картинки с неправильным описанием. И соответственно говорим генератору и дискриминатору, что вот такая пара, картинка и описание не соответствуют друг другу. В каком соотношении вы должны это делать? Как я уже говорил, вообще с ганами это очень сложный вопрос. Нужно пробовать разные соотношения. Они, если я правильно понимаю, делали просто соотношение один к одному. Показывали один положительный пример, один отрицательный. Генератор может быть не просто автоэнкодером, но еще и какой-то очень сложной архитектурой. Например, есть такая архитектура UNED, я про нее не рассказывал на лекции про сегментацию, но на самом деле она тоже есть. И ей иногда хорошо пользоваться для задачи сегментации. Ее идея просто в том, что мы вместо изображения самого по себе прогоняем через сеть различные, фактически различные обрезки этого изображения получены конволюцией с разными страйдами. Мы это все объединяем в одну сеть и результат получается лучше, чем просто у автоэнкодера. Да, здесь немножко подробности про то, как такие сети обучаются. Фактически это тот же самый негатив сэмплинг. В частности, получаются какие-то такие стрёмные изображения. Есть, по крайней мере, раньше он работал, наверное, до сих пор работает веб-страница вот эта PixToPix с реализацией алгоритма из статьи. Он позволяет, нависовав какое-то изображение, получить образ. Да, но несмотря на большие успехи у ганов и диссиганов, к сожалению, они не всегда хорошо работают. Почти все проблемы, которые есть у обычных ганов, они есть и у более сложных архитектур. Причем, чем глубже сети там используются, тем больше проблем. хотим каким-то образом эти проблемы научиться решать. Не вручную подбирая параметры и архитектуры, а как-то автоматически. один из способов — это выбрать другой функционал ошибки. Авторы статьи list.squares.gun предлагают вместо сигмоиды использовать просто среднекадатичную ошибку. Также они предлагают еще несколько вариаций для архитектуры, которые позволяют увеличить стабильность обучения. то есть наша функция ошибки вместо логарифмов теперь содержит квадраты. Ну и, по сути, других отличий нет. И второй момент — мы теперь правильный и неправильный класс кодируем не нулем единицей, а каким-то числами a и b. часто нужно просто… можно взять правильный класс равен единице, а неправильный нужно чуть-чуть отступить от нуля, чтобы уменьшить проблемы с градиентами, с затухающими. То есть основная причина, почему мы переходим от сигмоиды к среднекадатичной ошибке, как раз таки заключается в затухающих градиентах. и дальше они приводят картинки, которые у них получались, и они действительно выглядят четче, чем картинки у ГАНов. Можно вопрос? Да. Проблема с закупающим градиентом уже не всегда есть. Почему именно в этой реализации, в этой конкретной, используя швадраты? То есть логично же везде используют ошибки. То есть… Использование квадрата здесь на самом деле достаточно нетривиально, потому что изначальная метрика кросс-энтропия очень естественна, потому что мы хотим просто сравнить два распределения. Распределение генератора и распределение дискриминатора. И первое, что приходит на ум, это посчитать кросс-энтропию. То есть достаточно интуитивно, что такой подход должен хорошо работать. Почему подход с квадратами работает? На самом деле куда менее интуитивно. Оказывается, что благодаря переходу к среднекататичной ошибке часть проблем решается, но не все. То есть составляющая ошибки дискриминатора все еще… при обучении этой составляющей все еще вылезают новые проблемы, как раз связанные с затухающими градиентами. последнее, что сегодня хочется рассказать, это еще один способ решения этих проблем и еще один способ выбора метрики, оптимизируемые метрики, это так называемое расстояние Вассерштейна. То есть фактически та метрика, которую мы оптимизируем в обычном Гане, это не совсем метрика, это дивергенция Кульбаха-Лейбнера. Это мы видели, просто расписав формулу исходную. Можно дивергенцию Кульбаха-Лейбнера симметризировать, и получится дивергенция Дженсона-Шеннона. А можно рассмотреть вот такую метрику? То есть что происходит? Мы хотим сравнить два распределения PR и PG. Мы рассматриваем всевозможные совместные распределения гамма от x, y, такие, что их маргинальное распределение — это просто PR и PG. То есть если мы проинтегрируем по y, то мы получим PR, а если проинтегрируем по x, то получим PG. И вот на таком пространстве мы считаем инфинум по по матожиданию нормы разности x и y. на первый взгляд сложная материя. На самом деле, да, вот такое расстояние, оно называется расстоянием «Вассерштейна-1» или «Earth Mover расстояние», то есть какое-то двигатель с Земли. Почему это хороший выбор? Да, во-первых, оно симметричное. Во-вторых, у обычного расстояния, точнее дивергенции КЛ и у дивергенции Дженсона Шеннона есть проблема с исходимостью. А именно можно привести примеры последовательных распределений, которые сходятся к какому-то другому распределению, но при этом как с дивергенцией КЛ, так и с дивергенцией Джесс, происходит проблема. А именно они на вот этих последовательностях перестают быть непрерывными. Какие последовательности можно рассмотреть? Рассмотрим просто последовательность равномерных распределений на вертикальных отрезках. То есть то, что мы рассматриваем — это двумерные распределения, у которых фиксирована x-овая компонента, а y распределен равномерно. И в качестве нулевого распределения мы берем вот такой вертикальный отрезок в нуле. И теперь мы ищем либо КЛ расстояние, либо дивергенцию Дженсона-Шеннона между распределениями. И увидим вот такую картинку. Что у такой функции, параметризованной x-ом, она везде равна логарифму 2, кроме точки 0. То есть в точке 0 у нее разрыв. К сожалению, эта проблема, возникающая на таком простом примере, она возникает и во многих других более сложных распределениях. То есть та метрика, которую мы пытаемся оптимизировать, она оказывается может быть не просто недифференцируемой, она может быть и непрерывной. А у расстояния Вассерштейна такой проблемы нет. Она остается непрерывной. И можно доказать, что на разумном множестве распределений она будет даже почти всюду дифференцируемой. Вопросы? На самом деле можно ее переписать в куда более простом виде. Просто в применении к Ганну оказывается, что эта метрика Вассерштейна, она принимает просто вот такой вид. Почему мы на среднем точке, а по одной точке или ничего не скажем? К сожалению, вот этот пример, это примерно на одномерном множестве. мы работаем с многомерными вещами. Ну, по крайней мере, с картинками или с объектами с кучей параметров. И там, к сожалению, разрыв может быть не в одной точке, а на множестве какой-то большой меры. И это приведет к проблемам. Вот оказывается, что эту метрику можно вот так легко переписать. Это, на самом деле, нетривиальный математический факт. И он как раз связан с поиском оптимального транспортного плана. Вот, можете загуглить. Это как раз задача, которая была, если я не ошибаюсь, как минимум с двумя филсовскими премиями связана. Вот. И, собственно, для самого обучения они предлагают максимизировать вот такую функцию уже без всяких логарифмов. Но при этом требуется чуть-чуть отступить от нуля, чтобы улучшить сходимость. И здесь они приводят пример, показывающий, что их метод может быть действительно лучше, чем метод обучения обычных ГАНов. То есть, в этом примере настоящие данные, они распределены вот таким нормальным распределением, а данные, которые генерирует генератор, вот таким нормальным распределением. И дальше при обучении обычных ГАНов дискриминатор просто обучает вот такую вещь, которая фактически имеет нулевые градиенты на всем множестве, которые мы генерим. И из-за этого дискриминатор сразу фактически идеальный, и сеть дальше никуда не обучается. А в случае с Вассерштейном у нас дискриминатор, они его называют критиком, имеет вот такой вид, и те градиенты не нулевые, и сеть продолжает обучаться. Ну и они приводят свои примеры генерируемых изображений. Генерируемых изображений Генерируемых изображений Генерируемых изображений